всем привет дорогие друзья из солнечной антальи и мы отправляемся в очередное интересное путешествие на выходных поскольку на неделе у нас всегда очень много работы приходится работать с утра до позднего позднего вечера потому что у нас в управлении две компании и более 150 человек сотрудников очень много ребят на удаленке поэтому поработаем с утра до вечера и только когда мы приходим чтобы поспать а выходные у нас всегда в субботу вечером у нас культурная программа а воскресенье по традиции мы посещаем разные места ближлежащие места либо местам либо например ездим куда-то далеко в другие города турции и сегодня мы с вами отправляемся в кемер а непосредственно в олимпус и поднимемся на самую гору по канатной дороге сейчас наверху минус 1 если на побережье сейчас около плюс 15 16 то наверху на горе минус 1 и лежит снег там мы никогда не были поэтому приглашаем вас вместе с нами вы знаете что мы всегда на нашем канале показываем только все самое интересное поэтому обязательно подписывайтесь ставьте пальчики вверх и конечно же смотрите наши видео ну а сегодня едем в олимпус и потом пойдем гулять по кемеру кстати не забывайте о том что турция это очень интересная и разнообразная страна даже в анталье можно кататься на лыжах сейчас сезоны в саклакенте можно кататься на лыжах днем а буквально спустившись вниз можно купаться в море и даже сейчас некоторые смельчаки купаются море смотрите мое предыдущее видео в общем меньше разговоров будем буду вам показывать дорогу красоту едем смотреть снег а потом на пляж сейчас мы объезжаем всю анталью по кольцевой дороге и постепенно когда дорога уже начинает уходить на кемер начинаются невероятно красивые виды гор за снежными вершинами а 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 все друзья мы повернули в сторону канатной дороги на дороге есть все вывески при въезде нам дали вот такой вот буклетик и от дороги в сторону гор ехать где 7 километров дорога достаточно хорошая сейчас вам покажу вот таким вот образом выглядит дорога до самой до самой канатной дороги посмотрите какая красота невероятная и кстати в буклете есть очень интересная информация почему нам дали вот этот вот буклет на протяжении вот этих вот 7 километров эта дорога является частной поэтому на протяжении этой дороги запрещено останавливаться парковать автомобиль делать пикники разводить огонь курить сигареты бросать окурки и выбрасывать мусор в общем смотрите мы скорее всего отправимся на вершину вот этой вот горы видите снежная вершина а мы в предвкушение думаю что и вы тоже а мы приехали на нижнюю станцию канатной дороги и даже здесь уже есть снег сейчас переоденемся потому что наверху очень много снега минусовая температура и не хочется все таки еще сильнее простынуть сейчас вот видите олимпус здесь потрясающий вид парковка сейчас идем на саму канатную дорогу как вы видите мы уже переоделись обязательно нужно теплая одежда почему потому что наверху очень холодно и здесь есть туалет и кафе сама канатная дорога начинается вот именно отсюда вот такая вот здесь красота здесь на входе находятся кассы цена билета 25 евро для иностранцев и вот отсюда уже стартует сам вагончик канатной дороги здесь небольшое кафе можно купить всякие разные напитки вкусняшки и ехать выше каждые полчаса наверх отправляется вагончик вот он здесь а вот он уже поехал друзья видите нам места не хватило он был полным хотя мы думали что никого не будет а как вы видите вагончик полный поэтому мы сейчас мы сейчас подождем полчаса посмотрим вот эту вот всю красоту и поедем наверх а вот уже подъезжает наша кабинка которую мы сейчас и сядем и наш автобус готов айхан и будем смотреть прекрасные виды кстати вместимость 80 человек как вы видите здесь всего один вагончик ходит он каждые полчаса и вместимость как искала 80 человек это канатная дорога была открыта в 2007 году то есть она уже функционирует достаточно давно пока мы отъезжаем расскажу вам о расстояниях дорога в пути доверх до вершины горы составляет 10 минут а длина пути четыре с половиной километра максимальная скорость 36 и высота над расстоянием моря 726 метров в общем в интернете вы можете прочитать всю необходимую информацию здесь все есть добраться до канатной дороги до нижней станции можно как на общественном транспорте на трансфере так и на конечно же своей машине что мы и сделали то что есть и и и и и и и Продолжение следует... Мы поднимаемся на высоту 2400 метров и, как вы видите, поднимаемся прямо над облаками. Длина составляет канатной дороги 4300 метров и в пути около 10 минут. В общем, панорама открывается просто невероятно красиво. Мы приехали на конечную станцию. Друзья, здесь очень много снега, здесь очень много облаков. В общем, настоящая зима! Вот такой вот здесь зал ожидания на выходе и входе. Кстати, здесь есть и возможность заниматься парагладингом. Конечно же, не зимой, но летом такая возможность есть. Есть кафе, где ожидающие или те, кто хочет погреться, находятся. Есть магазинчик с разными сувенирами. И выходим на улицу. Все, друзья, мы в настоящей зиме. Вот такая вот здесь настоящая зима. Много снега. И, кстати, все занесено снегом. Но можно ходить, гулять. И сейчас мы будем пить горячий чай. Кстати, ничего не видно вообще, потому что мы находимся в облаках. Ничего не видно. Вот, видите, идут люди. И в тумане, в облаках их даже не видно. Поэтому нужно очень-очень аккуратно ходить. В общем, кто-то здесь сделал снеговика. Просто потрясающе. Вот такая здесь смотровая площадка. Из-за тумана ничего не видно, только очень много снега. И бесконечное белое поле и туман. Мы с собой взяли небольшой набор для пикника, термос с чаем. Конечно же, все можно купить здесь. Но, друзья, это такое классное ощущение пить свой чай и есть бутерброды на холоде. Кстати, температура действительно минусовая. Кто-то катается здесь, кто-то лепит снеговиков. Туман просто невероятный. Вот, посмотрите, люди за мной стоят, видите. И их совершенно не видно. В общем, просто потрясающе. Очень здесь переменчивая погода, друзья. Только что пришло солнце и чуть-чуть облака сдвинулись. И было все видно. А сейчас, посмотрите, опять невероятно пасмурно. И, кстати, очень сложно смотреть. Нужны солнцезащитные очки обязательно. Вот, посмотрите, Айхан стоит внизу. Айхан! И его совершенно не видно. Здесь также сделали снеговика. Кстати, опять, вот смотрите, только что рассосался туман. И прямо на ваших глазах опять наступает облако туманно. Видите? Вот так вот здесь. Интересно. И вот такого снеговика сделали. Сделали. Кто-то сделал. В общем, очень-очень советую сюда приехать. Удовольствие невероятное. Вот такая вот, друзья, невероятно интересная Турция, Алания и Анталия. Просто уникальные районы. Потому что сейчас буквально в полчаса езды от центра, от пляжа. Посмотрите, сколько снега. Ну, а сейчас мы отправляемся вниз и идем на пляж Кемира. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы уже сменили свои зимние пуховики на более или менее легкую одежду. И сейчас отправляемся вниз на пляж. В общем, друзья, я надеюсь, вы поняли, что в Аланье, в Аланье, в Анталии не просто есть снег, а он очень близко и он доступен. В одном из следующих видео вы увидите, как мы ездили на горнолыжный курорт Саклкент. Ну, а сейчас, как я вам обещала, едем в лето, в жару, в центр Кемира на пляж. Мы уже в центре Кемира. Взяли кофе, потому что, слушайте, после нахождения на вершинные горы, в общем, такое вот странное состояние, надышались кислорода. А сейчас пришли на пляж. Ой, какая здесь красота! Вот этот вот пляж, который, по-моему, принадлежит одному из отелей, если кто живет в Кемере или знает лучше, чем я, напишите. Либо это просто частный пляж, потому что я помню, мы здесь были летом, и здесь было очень-очень-очень красиво. Посмотрите на фоне бунгала, какие потрясающие горы. Жалко, конечно, что они пляж за пляжем не смотрят зимой, потому что очень красиво, но все-таки было бы здорово, если бы здесь было более, скажем так, ухоженно. Почему-то здесь очень много апельсин. И вот такой вот здесь пляж, видите, песочек, а здесь уже камушки. И, кстати, это очень классно, потому что, например, вот такой вот галечный пляж я очень-очень любила. Посмотрите, какая чистая вода. Здорово. Ну, а вид на горы тоже невероятный. Друзья, вот такая вот потрясающая, невероятная Алания, Анталия, Турция. Буквально полчаса назад мы были на вершине горы, а сейчас сидим на берегу моря. Контрастов очень много этим Алания, Анталия и прекрасно. Поэтому я здесь живу уже более 10 лет, и несмотря на это, чем больше мы посещаем разных интересных мест, тем больше на самом деле остается. Посмотрите, какая красота. Пляж, море, невероятно красивый вид на горы, дух захватывает. Поэтому обязательно приезжайте, обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх. Приезжайте в прекрасную Аланию, Анталию, Турцию. Пусть все ваши мечты сбудутся, а жизнь будет счастливой и увлекательной. Подписывайтесь на наш канал, только у нас все самое интересное. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok